Рассказ о конкурсе фестиваля баянистов и аккордеонистов нельзя было не начать с фрагмента выступления его участников. Матвей Пирогов и Иван Селезнев эти имена еще совсем юных учеников Осинской детской школы искусств на слуху не только у осинской публики. А их исполнительское мастерство завораживает и вызывает удивление. Мастерский владеет инструментом и остальные 240 участников конкурса фестиваля «Цветущий май». В этом году на конкурсе была представлена игра на баяне, аккордеоне, балалайке, домре и гитаре. Они не просто играют, они очень хорошо играют. У нас есть даже представители дельфийских игр, которые… Вот золото у нас на дельфийских играх по России первые места. Уровень конкурса действительно высок, а география его обширна. В нынешнем году в нем приняли участие представители Удмуртии, Башкирии, Екатеринбурга, Москвы и, конечно же, Пермского края. Ансамбль юных баянистов Балагоры приехал из соседнего Аханского района. И это уже шестая попытка музыкантов стать призерами конкурса. На этот раз успешная. Можно сказать, что мы к этой награде шли шесть лет. По-моему, шесть лет не изменяет память. Мы в шестой раз уже приехали сюда. И до сих пор на такую высокую ступеньку мы не могли подняться. Я вот так понимаю, что наш стиль, наш жанр, нашего коллектива – это элементы театрализации. То есть не только инструментальное исполнительство, а постановка инструментального номера режиссура. Она немножко, может быть, нас уводила в другую сторону. Мы получали все время спецпризы различные за оригинальность, грамоты и так далее. А нам хотелось уже встать в ряд победителей фестиваля. Нам удавалось однажды завоевать третьей степени диплом. И вот наконец-то раз за шесть лет мы все-таки сумели завоевать сегодня. Видимо, звезды легли в нашу пользу. И мы лауреаты первой степени. Очень мы благодарны организаторам. Все восемь лет неизменно с конкурсом его организатор и председатель жюри Виктор Новиков, заслуженный деятельный искусств Будмуртии. Я, где бы я ни был, мне приходится очень много ездить и в разных регионах российских. И везде привожу пример. Вообще Пермский край, вот этот регион, Удмуртия, что прежде всего там большая массовость любителей игры на народных инструментах, в частности на баяне, на аккордеоне, как ни в одном другом, скажем, регионе. И это, говорю, очень радует. И поэтому, наверное, есть смысл дальше развивать этот конкурс-фестиваль. Для сотен участников фестиваля конкурсное выступление – это шанс проверить и показать свое владение инструментом. Это возможность общения и знакомства с творчеством других исполнителей. Это площадка для развития исполнительского мастерства. А значит, традицию конкурса необходимо продолжать. Об этом заявил приветствовавший зрителей и участников фестиваля глава Осинского района Яков Лузянин. Традиционный фестиваль-конкурс «Цветущий май» проходит на территории Осинского района. Для нас это является яркой страницей в культурной жизни всех жителей Осинского района, всех творческих, талантливых, учащихся. И наша задача – сохранить эту традицию, создать все необходимые условия. Нельзя не согласиться с мнением директора фестиваля Сергея Ашгибисова по поводу того, что популярная культура сама найдет себе дорогу к зрителю, к поклонникам. А для того, чтобы сохранить народное творчество, необходимы усилия. Но они того стоят. Мы русские, и мы должны сохранять вот эти инструменты – баян, аккордеон, балалайку.